Привет, ребят, и сегодня немного будет ламповый и атмосферный видос, в котором мы вернемся во времена Xbox 360 и в котором я вам напомню про то самое офигенное время с этой консолью. Данная история будет рассказана так, как она была на самом деле, но от моего лица. Расскажу про знакомство с этой консолью, с играми, с технологиями, крутыми функциями, которые были на этой консоли и о многом другом. И да, ребят, если вдруг вам понравится этот видос, то не поленитесь нажать лайк, потому что поддержка именно на этом видосе для меня в данный момент очень важна. Спасибо. И перед началом видеоролика хочу сказать, что сейчас на сайте читайгород.ру действует хорошая акция «До луны и обратно», благодаря которой вы получите скидку в 15% на подборку книг Дугласа Адамса, Братьев Стругацких и не только. Многие мои знакомые, кстати, советовали мне книги Лукьяненко и проект Ави Марии, поэтому если кто-то их читал, то напишите в комментариях, как вам. Ну а если с этой подборки ничего не приглянется, то с помощью промокода JumboMax вы получите скидку в 15% на все, что есть в читайгороде, кроме книг в предзаказе. Поэтому, если нравится читать, проводить время за книгой или просто ищешь кому-то подарок, то обязательно пользуйся данными акциями и заглядывай в читайгород.ру. Начнем, пожалуй, немного с истории. Если что, эта стильная белая коробочка — это Xbox 360. Это вторая по счету игровая приставка компании Microsoft, которая последовала за Xbox Original и которая является консолью седьмого поколения и прямым конкурентом PlayStation 3. Признаться, в 2005 и 2007 году я вообще не думал, что существуют какие-то другие консоли, кроме PlayStation. Да, может быть это звучит дико, но когда я проживал на территории Хабаровска, о существовании Xbox знало реально очень мало человек и это факт. Да, на витринах иногда красовались диски для Xbox Original, но они были далеко не во всех магазинах и я не видел, чтобы их как-то активно покупали. Что, в принципе, также подтверждает не особую популярность этой консоли на то время в нашем регионе. Тогда у всех, и в том числе у меня, поголовно в головах с точки зрения каких-либо там игр была лишь одна консоль — PlayStation. У многих была PlayStation 1, потом PlayStation 2. Кстати, несложно было догадаться на то время, что будет PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, но сегодня не оплойка. Кстати, многие могут спросить, а почему же второй Xbox стал называться Xbox 360? Ответ на самом деле прост. Дело в том, что никто не хотел повторяться за Sony и исследовать последовательности. Поскольку если бы Xbox 360 назывался Xbox 2, ибо это все-таки вторая консоль, то с точки зрения потребителя на тот момент всегда казалось бы, что Xbox отстает от PlayStation, поскольку на момент 2007 года выходил уже PlayStation 3. Ну а если у вас два высших образования и вы являетесь экспертами в математических науках, то вы должны понимать, что 2 — это меньше, чем 3, что не очень с точки зрения конкуренции. И да, пользователь бы заранее подумал, что Xbox 2 старее, чем PlayStation 3. Вообще, цифра 360, она была выбрана не просто так. В те времена между пацанами ходила легенда, мол, это некий поворот на игрока, некое переосмысление, хотя 360 градусов — это, по сути, поворот кругом на то же самое место. Кто-то думал, что это просто для звучания, хотя никто не вкладывал звучание английского языка, кто-то вообще не заморачивался, почему так называли, но я склонен верить в теорию, которая объясняет некую свободу Xbox, которая позволяет ему разворачиваться на все 4 стороны. Ибо вторая консоль получила больше функционал, нежели первая. Первое знакомство с Xbox 360 у меня случилось в году 2007-2008, точно не помню. У меня был тогда очередной день рождения, меня спрашивали, какой подарок я хочу, и так как мне всегда нравилось играть, у меня была PlayStation 2 на то время, которая уже немного подтупливала, и самым простым решением было, естественно, взять игровую приставку. Я, как говорил ранее, естественно, не знал, какие вообще приставки существуют и так далее, но об этом знал чутка батя, и поэтому он без проблем предложил вариант, который нашел в газете. Да, может быть, это звучит дико, но раньше у меня не было интернета, да и мало у кого он был, на самом-то деле, в том регионе, и иногда информацию реально находили в газетах. Вы думаете, что я именно тогда выбрал Xbox 360? Нет, вы ошибаетесь. Поскольку я не знал ничего о консоли, мне хотелось больше домашнего питомца, которого у меня не было, и как-то так все завернулось, и у меня появилась шиша. Да, мой домашний зверек, а именно шиншилла, который прожил со мной около 13 лет, и покинул он меня в прошлом году. Честно, я до сих пор по ней скучаю, но давайте не будем о грустном. В общем, на день рождения мне не подарили Xbox 360, но со временем просто пришла надобность в нем, поскольку PlayStation 2 капец как тупила, на нее переставали выходить новые игры, пока тоже еле-еле все запускал, по-моему, последняя игра, которую я еле запустил, стал Assassin's Creed, и, естественно, ничего не оставалось, кроме как купить новую игровую приставку. Выбор пал на Xbox 360, консоль стоила по тем меркам дорого, но самый сок в ней был в том, что ее взламывали в отличие от PlayStation 3, и было совсем не принципиально покупать следующую PlayStation, когда у тебя была PlayStation 2. И тут, несмотря на все, прав отчасти оказался IT-педи, который обосновывал столь большую популярность этой консоли пиратством. Ну, тогда это называлось еще чипованностью, ну, типа, чипованный, значит, игры можно недорогие покупать. Пиратство, кстати, в те времена развито было прям от души. Везде, где продавались игры для Xbox 360, были пиратки. И, если честно, доопределил момент, я и не знал, что я пират, поскольку лицензии я и не видел. Брали мы эту консоль с рук где-то на то время за тысяч где-то 13 вместе с играми и с огромным китайским трансформатором напряжения. Ну, видимо, чувак, который ее продавал, был чутка прошаренный, и консоль у него появилась с другого региона. Но нас это как бы не смущало, и самое главное, чтобы она просто работала, что, в принципе, и было. Кстати, после просмотра этого видеоролика я вам крайне советую посмотреть еще одно видео про эту консоль от начинающего контент-мейкера Booker DS. Несмотря на то, что он начал вести канал совсем недавно, его ролик про 360 мне показался один из интереснейших и прикольный, поскольку в нем он рассказывает, как купил Xbox 360 в 2022 году. На самом деле, сейчас это сделать не так легко, поскольку Xbox 360 уже не производят, и купить его в хорошем состоянии не так просто. В общем, обязательно загляните на его канал, а также напишите в комментариях, что вы от меня. Ссылку на видос я оставлю в закрепленном комментарии. Первой моей запущенной игрой на этой консоли стала Star Wars The Force Unleashed. Я хоть и не являюсь поклонником Звездных Войн, но за этой игрой я наблюдал очень давно по дискам игромани, еще помню. Мне безумно в ней нравилась визуальная часть и экшен-моменты, просто вот реально классная постановка. И знаете, как-то так получилось, что с комплектом дисков, которые нам отдали с этой консолью, была и эта игра. Прошел я ее, наверное, минимум раз 7, если не больше. И, кстати, именно с этой игры я более-менее привык к новому геймпаду, ибо без дискомфорта играть на нем после DualShock 2 не получилось. И это все было из-за непривычной формы и из-за непривычного расположения стика. Но даже тогда я понимал, что на Xbox 360 должно быть удобнее. Кстати, забавная вещь насчет геймпада. Ранее, когда я капец как привык к геймпаду Xbox 360, я себе представить не мог, что могут сделать геймпад лучше, чем этот. Ну а сейчас, глядя на него, хоть и вызываются ностальгические чувства, ты все равно думаешь, блин, как на нем можно было комфортно играть. Маленькие кнопки, мешающие штуковина сзади под батарейки. И знаете, раньше таких придирок вообще не было. Единственное неудобство в плане Xbox 360 была, наверное, тема с регионами. Дело в том, что на том Xbox имелись региональные ограничения, и из-за этого скачанная или там купленная игра в регионе, который не подходит под ваш привод, попросту не запускалась. И поэтому все время нам приходилось либо рисковать покупать игру как кот в мешке, пойдет там она или не пойдет, либо же ездить к супер-мега-продавцу на то время, который шарил об этой проблеме. Звали его, кстати, помню Илья, и на тот момент это был единственный человек в Хабаровске, у которого была какая-то там программа, которая могла проверить, пойдет там у нас та или иная игра или нет. Мы даже, когда этот парень пошел работать совершенно в другой магазин, кстати, даже помню название ТЦ, по-моему, Белая Медведица, стали ездить именно к нему, ибо, опять же, кроме него, нам никто не мог в этой ситуации подсказать. За это ему просто огромный респект, он мне еще в свое время уговорил взять игру Наруто The Broken Bond, за это ему тоже огромное спасибо, и если вдруг он когда-то натолкнется на этот видос, то, чел, желайте здоровья и большое спасибо за твой труд, ты реально клевый чувак. К сожалению, после некоторого времени, а если бы точнее, где-то полтора года, мой Xbox 360 получает ошибку E73. Эта роковая ошибка, по сути, стала фатальной как и для меня, так и для моей коробки, поскольку на тот момент в Хабаровске никто не знал, как ее починить. Брались, занимали у нас время, у них эта консоль лежала там где-то по неделе, а то и по две, но так и никто ничего и не делал. Кстати, спойлер, года два назад я давал эту консоль своему другу Виджилу, и он в домашних условиях ее оживил, мы даже про этот видос снимали. В итоге, некоторое время я был вообще без консоли, но пришел момент, когда в игры захотел играть еще и батя, и, соответственно, мы нашли какой-то там супер-мега-магаз и взяли вот эту вот черную консольку, а именно Xbox 360 Elite. Он был уже без китайского трансформатора, и самое прикольное в нем было то, что там стоял какой-то супер-мега-привод, который тянул почти все игры. Я не знаю, что за чудо это было, но те игры, которые у нас раньше не шли, они прям без проблем запускались, не выдавая ошибку о регионе. Я, кстати, еще помню, в том магазине там были оптовые цены, мы с братом там, по-моему, дисков 15 нахапали, ибо они стоили там в районе по 100 или там по 150 рублей, короче, точно не 300. Вообще, эта консоль мне подарила много прекрасных эмоций, историй, игр. Да, может быть это из-за того, что она у меня была в детстве, в подростковом возрасте, но, как по мне, в плане игр она была все-таки прогрессивной, поскольку даже сейчас в ее игры хочется играть, перепроходить, и ее игры получают ремейки и переиздания. Помню, знаете, моменты, когда я учился во вторую смену, ко мне приходили играть друзья, там, до уроков, мы проходили там либо Армия Авту, либо играли Лефа Дед на плитскрине. Помню, как первый раз офигел от игры про Росомаху, играл в нее всю ночь. Прекрасно помню, насколько я был поражен ростом серии Assassin's Creed после первой части, когда запустил вторую. Также я помню, как офигел от того, что я прошел Resident Evil, занял весь вечер своему другу, чтобы он глядывал концовку. И знаете, те времена, это было действительно здорово. И седьмое поколение, ну уж не знаю, как вам, но лично мне показалось оно мега прорывным после предыдущего. В это время мне больше всего эмоций, наверное, принесли такие игры, как The Born Conspiracy, хоть она и была короткой и не особо разнообразной, но играть в нее было одно удовольствие. Естественно, на то время меня поразили первые три части Gears of War. И, по сути, благодаря случайной покупке первой игры, я и стал ее маленьким фанатом. Очень понравилась серия Batman Arkham, офигенная часть Spider-Man Web of Shadow, естественно, GTA 4 и, естественно, ранее названа игра Star Wars The Force Unleashed, серия Forza, Dead Space, The Bionic, Команда, Mortal Kombat 9, Army of 2 и так далее. В то время, кстати, мало кого волновало разрешение, количество кадров в секунду. Все просто кайфовали от проекта в целом, и это было реально здорово. Да, понимаю, что меня тогда не было в сети, и, может быть, все-таки были в интернете споры о том, какая консоль лучше, пиксели, не пиксели, но на тот момент ни меня, ни моих знакомых вообще не волновала техническая составляющая. Ибо сами игры и возможность в них играть — это самое главное в консолях. Было реально много клевых игр, которые остались у меня в памяти. И если смотреть сейчас, они выходили почти идеально сделанными, то есть у них не было патча первого дня, там, каких-то обновлений. Ты просто вставил диск и играешь, и это было реально классно. И так как у меня не было интернета до 2013 года, я просто обожал, когда я случайным образом находил возможность играть вдвоем в ту или иную игру. К примеру, Fable. По главному меню ты никогда бы не сказал, что в эту игру можно играть вдвоем. Но подключив геймпад, второй игрок мог появиться на экране и играть. То есть режим плитскрин на то время или же просто возможность подключать второй геймпад — это был вау. Кстати, о связи интернета и прошивки. Хоть и просто было распространено, это было наказуемо, особенно для обладателей консоли, поскольку если ты заходишь в интернет при уже не особо актуальной прошивке, то тебе прилетает бан. Ранее, кстати, с теми, кто еще что-то сливал, их находили по вот этой вот штуке. Мол, у каждой консоли были свои волны, и по этим волнам, а именно по расстоянию между ними, находили номер консоли и, соответственно, просто наказывали. А еще что касаемо прошивки, всегда очень бесило то, когда ты там покупаешь новую пиратскую игру, она, к сожалению, может просто не иметь полноценной новой обновы с новым дашбордом Xbox'а и просто начинает тупить и откатывать до предыдущей прошивки и не запускает некоторые новые игры. Я не знаю, каким образом, но в детстве я догадался сам, в чем проблема, даже без интернета. И поэтому я просто докупал еще один ровно такой же диск, где, вероятнее всего, была обнова, и которая как раз-таки решала всю эту проблему. Я помню, такая проблема была точно на Assassin's Creed Brotherhood, в игре Bullish Storm, и, если я не ошибаюсь, на Росомахе. Вот, по-моему, три игры, эти точно содержали новый дашборд. Но больше всего, вау-эффект мне подарил, пожалуй, Project Natal. Вы, наверное, не понимаете, о чем я, да? Ну, а так назывался тот самый Kinect. А этой технологии я узнал буквально случайно. То ли мне показали ролик, то ли я где-то прочитал, но помню точно одно. Я офигел. Конечно, показанный демо-ролик был далек от реальности, но сама идея эта у меня просто разрывала от восхищения. Типа, такая инновация, и голос распознает, и играть можно без проводов. Опять же, по факту, там было не все идеально, но эта штука явно заслуживала уважухи. Появился, кстати, у меня Kinect немного случайный. Я рассказывал об этой штуке давным-давно своим родителям, как-то это все забылось. И когда я учился у бабушки, родители были в Москве, на Савеловском. Они говорят, Макс, тут, походу, твоя камера вышла. Я такой, блин, ну все, надо срочно брать, прям мне она капец как нужна. Родители, в принципе, это понимали, но сделали вид, мол, чувак, ну как бы денег пока нет, давай как-нибудь в другой раз. Был ли я расстроен? Ну, да. Но надежда у меня все-таки была, ибо это был под Новый год, и когда они приехали под Новый год, они мне дарят диск, где написано, что игра для Kinect. Ну и, соответственно, у меня логика врубается, и я просто был в шоке, меня реально вытаскивают Kinect. У меня был такой эмоциональный шок, что я не верил, и не верил, что я наяву. После этой ситуации у меня реально был шок, у меня где-то около месяца было состояние, будто я не проснулся. По версии, это было даже жутко. Игр на Kinect, кстати, было намного больше, чем на Kinect 2.0 для Xbox One, и я хочу сказать, что они были даже лучше, ибо они просто были разнообразнее в плане управления. О чем тут говорить, если на Xbox 360 выходил полноценный хоррор, в котором можно было свободно гулять по локации. Офигенно сделанный Kinect Sport, Звездные войны, игр, реально было нормально так. И это был 2013 год. Сейчас же, исходя из опыта Kinect 2.0, данная штука просто перестала быть нужной. И на самом деле очень жаль, потому что я любил двигаться перед экраном. Когда у меня появился Kinect, я помню, что в 8 классе я рассказывал об этом ребятам, мол, чуваки, приходите, у меня есть такая штука, поиграем. Приходили где-то человек по трое, там бегали, прыгали, играли в боулинг, волейбол, бокс. И, блин, это было так же здорово. Я помню, мы играли в совершенно маленькой комнате, там у нас загораживала ноги кровать, но все равно играли, все равно получали удовольствие. Еще тогда помню, в Kinect мы играли на супер маленьком телеке, я даже не представляю, как мы на него вообще смотрели. После всего этого, где-то в 2013 году, мне подключается интернет в Xbox. Тогда мы прошиваемся до последней прошивки, на тот момент LT3.0, которая давала доступ в интернет без бана. И тогда я первый раз почувствовал, что такое играть онлайн. Да, я тогда вообще не понимал, что такое онлайн и насколько это играть вместе, потому что до этого момента я играл только в оффлайн. Тогда я залипал в Gears 3, Titanfall и просто был счастлив. Появились первые онлайн-друзья, какие-то кланы, какая-то движуха, и это было реально здорово. Если сравнить народ по дружелюбности, пожалуй, раньше было прикольнее. Поскольку народ из-за не такой популярности консолей искал русских игроков, объединялся, всегда пытался поиграть вместе, а сейчас я, честно, не вижу такого. Сейчас людей будто нужно заставлять играть вместе и как-то коммуницировать на этот момент, люди, мне кажется, боятся. И это странно. Кстати, насчет дружелюбности. Если кто-то не знал, на Xbox была такая тема, что можно было с другом поделиться лицензионной копией. То есть, к примеру, вы купили там игру, и чтобы эта игра была у вашего друга, вы могли то ли один раз в три месяца, то ли еще сколько-то, и точно не помню вот этот срок. Можно было скачать с его профиля абсолютно все, что ты хочешь, и играть. Единственная новость о этой теме было, это то, что после удаления игры друга, заново ее скачать не получится, потому что лицензионной копией ты не владеешь. Она устанавливалась чисто на консоль. И, соответственно, установленная игра могла запускаться без проблем, без привязки профиля. В то время этой функцией мы пользовались пару раз, брали игры, там, брали у знакомых профиль, устанавливали, играли. Ну, в игры, которые были куплены онлайн. И, к сожалению, я один раз столкнулся с коей-какой проблемой. Не помню, кому уж я дал свои данные от аккаунта, какому знакомому, но у меня его чуть ли просто не сперли. Просто поменяли пароль, но я успел все-таки вернуть все обратно, поскольку у меня там был привязан телефон, почта моя и так далее. И с тех пор данные своего аккаунта я больше никому не даю, потому что мне аккаунт действительно дорог. Он все-таки с Xbox 360 у меня. Честно, я скучаю по тем временам, ибо это было мое детство. И Xbox 360 это та консоль, которая скрасила мой подростковый период. Да, на то время она была для меня идеальной, чтобы там купить, к примеру, PlayStation 3 у меня и мыслей-то и не было. Когда шел дождь, снег, гроза, или когда просто не хотелось выходить из дома, или у тебя там появилась новенькая игра, которую ты купил в магазине и смотрел на заднюю обложку, жаждая в нее поиграть, когда ехал домой. Наличие данной консоли это было прекрасно. Я всегда, когда вспоминаю данный период, я вспоминаю его с теплотой, с такой, знаете, ностальгией, поскольку это было удивительное время, когда игровая индустрия поистине была наполнена людьми, которые не делали игры, а творили. Вкладывали душу и просто пытались удивить, и на мой взгляд у них это получалось. По сути, Xbox 360 это та консоль, которая подтолкнула меня просто полюбить этот бренд. Я думаю, что не меня одного. И знаете, я все-таки счастлив, что это время было. Сейчас, конечно, эта консоль далеко не актуальна, но иногда я все равно ее запускаю, дабы просто окунуться в то прекрасное время и вспомнить, как его хорошо было на тот момент. Но, надеюсь, что такие эмоции, которые испытал я, вы тоже когда-либо испытывали, неважно, с какой консоли, старой или новой, главное, что просто такое было. И если это было, то не стесняйтесь рассказывать свои подобные истории в комментариях. И да, если вам видос вдруг понравился, вы вспомнили ностальгию, ту самую, которая была, то ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал в ожидании новых видео. И большое вам спасибо за просмотр. До новых встреч.